Всем привет! Несколько дней назад я сделала заказ на сайте Иф Роше. Заказ я разбила на две части, потому что он был чуть больше 5000 рублей. И мне на почту пришло два предложения от Иф Роше и от их партнеров. Поэтому разумнее было разбить заказ на две части. Доставка была бесплатна по-любому, плюс гораздо больше подарков. Заказ я получила вчера, но видео приходится переснимать, потому что вчера я хотела сделать как лучше, получилось как всегда. Сняла на камеру Canon, и потом оказалось, что Canon большие видео от 1 гигабайта не хочет скидывать на компьютер через кабель. А когда вытаскиваешь карту памяти, то он ее не всегда хочет видеть снова, даже после форматирования. Причем оказалось, что это у многих владельцев Canon, поэтому сегодня переснимаю, и кое-что уже мы успели попробовать. Значит, первое, что я заказала, это, конечно же, гели для душа. Я заказала лаванду. Это мой любимый аромат. Я понюхала, мне очень понравился. Действительно, лаванда Прованса полностью соответствует своему названию. Такой немножко, я бы сказала, травянистый аромат. Мне очень понравился. И я уже абсолютно точно знаю, что его буду брать регулярно. Следующий я взяла гель для душа «Лимон Мексики». Аромат очень приятный. Единственное, как мне показалось, он немножко слабоват. Но я им еще, в общем-то, толком не пользовалась, поэтому потом расскажу. Если вам мне все-таки очень понравится, то я его также буду брать, потому что, например, утром очень будет приятно. Все-таки цитрус, такой бодрящий аромат. Кстати, эти гели я брала три по цене двух. Также была акция. И третьим гелем я выбрала «Ланг-Ланг». Ну, на самом деле, аромат очень приятный. Опять же, немножко слабоват. Что касается, пахнет ли он «Ланг-Лангом», что-то не знаю, по-моему, у меня сомнение. Надо мне сравнить с эфирным маслом, причем не с аптечным, а все-таки таким настоящим. Она у меня есть. Но в любом случае, аромат приятный. Также моя мама взяла себе три лака. Для ногтей. Значит, там аромат, цвет, простите. Сейчас скажу. Алые паруса. Потом лиловая гроза. И роза Грасса. Так, сейчас еще раз посмотрю. Да, точно, роза Грасса. Ну, лаки мы уже попробовали. Здесь 3 мл. Я хочу сказать, что лаки очень хорошие. Во-первых, ложатся они в один слой. И быстро сохнут, не полосят. Так что, очень качественные лаки. И мы довольны покупкой. Еще я взяла себе бальзам для губ. Но вот здесь, я скажу честно, разочаровалась. Потому что, короче, я была невнимательна. И, видимо, не прочитала, что он оттеночный. Имеет вот такой цвет. Конечно, не яркий. Но все-таки. В принципе, свекольный. И на губах достаточно заметно. На самом деле, пахнет он приятно. Но мне совсем не нужен оттеночный. Зато понравился маме. Она прям была очень-очень рада. Так что, ей отдам. Также мы с мамой себе взяли средства для ногтей и кутикулы. Я читала много отзывов. Простите, что кашлю простужено. И вроде как отзывы прям очень хорошие. Говорят, что для кутикулы он особо не помогает. Но зато очень помогает для ногтей. Вот мы попробуем. И потом я обязательно расскажу. Также я взяла три туалетные воды из серии «Утро в саду». Они обычно стоят 700 с чем-то рублей. В одном из предложений там была цена 500 с чем-то. Но во втором предложении цена была уже 400. Ну и я решила попробовать. Особо много я от этой воды не ждала. Потому что слышала, что она достаточно нестойкая. Но при этом имеет приятные ароматы. И так как действительно ароматы достаточно простые. Роза, ландыш, там, по-моему, цитрус. Ну, я подумала, что такие ароматы обычно они всегда выигрышны и ничем не испорчены. На самом деле, когда все это дело пришло, вы знаете, я была очень разочарована. Вот один флакончик я открою. В принципе, они все одинаковые. 20 мл. Вот, флакончик, кстати, достаточно симпатичный. Но, знаете, пахнет. Ни один аромат особо не соответствует. Бьет спиртом. Заявленный аромат проскальзывает буквально на доли секунды. И потом какая-то такая одна нотка, которая прослеживается во всей туалетной воде. Поэтому я постараюсь с ней подружиться. Может быть, аромат раскроется потом. Но вот первое впечатление – это разочарование. Поэтому, если не подружусь с этой водой, то будем использовать для ароматизации помещения. А теперь я перейду к подаркам. Первый подарок был такой двойной. Это мыло лаванда и дезодорант. Ну, вот мы будем это все пробовать. Но аромат такой же, как у Геви. То есть нам очень нравится. И я вообще, когда увидела в корзине вот этот подарок при заказе, я была очень-очень рада, потому что, ну, вообще классно. Причем, по-моему, этот подарок шел мне не просто от какой-то суммы, а так как я перешла по ссылке из письма, то он сразу как бы и добавился автоматически. Подарок очень классный. Мы очень-очень довольны, потому что лаванду и я люблю маму. Второй подарок также был очень полезный. Единственное, дезодорант я отдам маме, потому что я пользуюсь, так как занимаюсь танцами и адидасом. Так вот, второй подарок – это вот такой спа-набор. В него входит щеточка, пенза, значит, полотенце, оно небольшое. И вот такая мочалка. Очень хороший набор, и я его возьму с собой в фестивальную студию. Он мне пригодится. А третий подарок – там добавили сумки. Большую и маленькую, дорожную. Первая – это, по сути, косметичка. Вместительная, симпатичная. Но это в основном выбирала мама, потому что если бы выбирала я, я бы, наверное, там предлагали другие подарки. Я бы выбрала набор из трех продуктов. Там, по-моему, для лица и еще и парфюм был. Но маме захотелось, поэтому выбрали этот набор. И такая большая дорожная сумка. Сейчас я коробку уберу. Молния у нее вот так закрывается. Здесь. Вот еще одна. То есть можно как угодно ее закрывать. Она очень вместительная. Выглядит достаточно симпатично. Так что хороший такой дорожный вариант. Маме лично очень понравилось. В принципе, мне бы она тоже понравилась, если бы не красный цвет. Просто не очень я его люблю. Вот это были в первом заказе. Все покупки. Всем спасибо за внимание. Пока.